Приветствую вас, Ольга. Ну, в первую очередь, что-то я хочу сказать, это то, что, на мой взгляд, именно чисто психологического в вашем вопросе достаточно мало. То есть, мне лично не совсем ясна та задача, которую вы ставите перед специалистом. Не в том смысле, что я не понимаю, в чём ваша проблема, это я понимаю, а в том смысле, что не совсем понятно, в каком векторе хотите двигаться вы. Потому что ваш вопрос про личные границы, это одно, но ваш вопрос, как определить свою реальную эффективность как сотрудника, вот это вот не совсем понятно. Потому что определить реальную эффективность как сотрудника где? То есть, на вашем рабочем месте, вас, в принципе, ваша продуктивность, ваши способности можно определить через тесты. Если вы хотите определить именно эффективность свою, то это, я полагаю, в каждом конкретном месте рабочем необходимо разбираться специально, индивидуально. То есть, естественно, не ясна формулировка, как определить свою эффективность как сотрудника, честно говоря. Потому что психологические тесты, например, насколько я знаю, эффективность сотрудников не выявляют. Эффективность, как бы, в общем-то, базируется на результатах. И, соответственно, здесь на передний план, наверное, выходит ваше отношение к этим самым результатам, которые, судя по всему, у вас достаточно негативны. То есть, ну, неудовлетворительно, да? То есть, вы неудовлетворены теми результатами, которые у вас есть, получается. Дальше. Как правильно отстоять свои границы? Опять же, что значит правильно? То есть, правильно с точки зрения кого? С точки зрения чего? Никак правильно личные границы не отстоять, потому что правильных личных границ у человека нет. Есть просто личные границы. Понимаете? Какая штука? Также нужно сначала выявить нарушение этих самых личных границ. Вы говорите, что вас использовали. Предполагается, что это и есть нарушение личных границ. Что вам кажется, что вас использовали. Но именно, что вам так кажется. Если вам кажется, что вас использовали, это еще не означает, что ваши личные границы нарушили. Вероятно, вы сами нарушили свои личные границы. Это да. Но если вам кажется, что вас использовали, то это не означает, что личный границ нарушен. Почему? Потому что, как сказал моя коллега Афанасова Ольга Михайловна, вы приходите на работу. И вы приходите в качестве сотрудника, выполняйте те задачи, которые ставит перед вами начальство. Не очень понятна позиция, по которой вы говорите, что я считаю, что хантить специалистов у конкурентов в токсичной истории мне не хотелось портить свою репутацию, находясь на испытательном сроке. Предпочитаю обучать персонал и выращивать кадры. Ну, вы понимаете, Ольга, что вас никто не спрашивал. Никто не спрашивает, что вы предпочитаете. Никто не спрашивает, что вы считаете. Начальник дает вам задание, вам нужно его выполнять. Точка. Вы этого не сделали. Соответственно, вы покасали свою некомпетентность для вашего руководителя. И вашу должность, а также ваши идеи предложили взял другой человеку. Вот и все. То есть, мне кажется, что глобально здесь проблема в том, что вы не несете ответственность за свои действия. То есть, вы предпочитаете действовать как-то. Вы имеете последствия этих действий. Вы ждете, что ваши действия почему-то одобрят. Вы предлагаете свои решения, хотя отклоняетесь от изначально четко поставленной задачи. И удивляетесь, когда ваши предложения отвергаются. Потому что, чтобы выдвигать свои предложения, сперва нужно выполнить четко то задание, которое вам дали. Если вы не готовы охантить, как вы говорите, специалистов у конкурентов и предпочитаете выращивать свои кадры, то, ну, наверное, вам в этой фирме делать нечего. Потому что в этой фирме позиция другая. Она не хорошая, она не плохая, она другая. И все. И вы абсолютно правы в том, что ситуация повторится. Если вы будете своевольничать там, где это не нужно делать. Особенно на испытательном сроке. Что касается личных границ, то здесь ситуация, я бы сказал, двояка. Личные границы, они... С одной стороны, предполагают четкое отделение себя от другого человека. Предполагают четкую дифференциацию ролей и сфер деятельности человека. В вашем случае ситуация такова, что вы чувствуете, что вас использовали. Понимаете, на площадке рабочих отношений, где все отношения основаны на коммерческом интересе, использование невозможно, потому что люди преследуют одну цель выгода, получение прибыли. Используют все и всех, например, точно так же, как вы использовали HR-специалиста для того, чтобы он выполнял ваши обязанности. Хотя это было не его KPI, это было ваше KPI. И почему-то здесь вы не говорите, что... Ну... Почему-то здесь вы не говорите о том, что... Эм... Использовали... Эм... 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 Этого человека. Вот. Таким образом здесь, эм... Как бы... Эээ... Ээ... Эээ... 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 Важно отграничить. Ээ... Эээ... И поработать с личной ответственностью. Когда... Эээ... Личный вопросli, личной ответственности ваших ожиданий, целей, ээээ... будет скорректирован, тогда и личные границы проработать не составят никакого труда. На этом все, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи.